Цветок адонис. Посадка и уход в открытом грунте. Адонис весенний, многолетнее растение, которое можно повстречать в степи, используется для изготовления лекарственных препаратов. Цветок капризен, но при правильном уходе его можно вырастить в домашних условиях. Описание растения. В описании адониса весеннего говорится, что корневая система у него короткая и широкая, 4 см, с огромным количеством шнуровых корней коричневого цвета. От основного корня отходит несколько голых стеблей высотой до 60 см. На них расположены узкие листья, у корня они бурого цвета и напоминают чешуйки. Ближе к бутону мохнатые сидячие листья насыщенного зеленого оттенка. Адонис весенний в естественной среде обитания. Цветы довольно крупные, до 60 см в диаметре. Лепестки золотисто-желтого цвета. На одном цветка может быть от 15 до 20 длиной, до 3 см. Внешне адонис напоминает желтую ромашку. Зацветает ранней весной, к сведению. Горецвет, второе название, занесен в Красную книгу. Его все реже можно встретить в диком виде. Легенда об Адонисе. О горецвете ходит много легенд и мифов. В одном из них описана история о жене кипрского царя и Афродите. Жена царя хвасталась перед богиней, будто ее дочь мира красивее нее. Афродита рассердилась и наложила заклятие на миру. Девушка влюбилась в своего отца и забеременела, после чего была изгнана из дома. Она бродила по миру. После рождения сына Адониса превратилась в мировое дерево. Афродите стала стыдно за содеянное. Она забрала младенца, положила его в ларец и отдала его на хранение Персифоне, которое воспитала ребенка. Адонис погиб на охоте. Из капель его крови вырос цветок Адонис. Виды и сорта. Адонис – растение, которое насчитывает около 40 видов. Среди основных выделяют следующие. Адонис пушистый, Аданас варналис. Получил свое название из-за листьев, которые похожи на тонкие волоски. Адонис верналис – один из самых востребованных сортов. Адонис летний. Отличается от своих сородичей красными лепестками. Середина цветка черного цвета, которое напоминает небольшое пятно. Фестиваль и светет на протяжении всего лета. Адонис амурский, Аданас аморенсис. Распространен в Китае, Японии и Корее. Вырастает до 15 сантиметров. Светет раньше, чем весенние сорта и всего лишь две недели. Адонис однолетний красный. Цветы красные мелкие с черным пятном посередине. Листья узкие и рассеченные. Вырастает до 50 сантиметров. Распускается в начале лета и цветет по сентябрь включительно. Обратите внимание. Классический Адонис – трава с желтыми цветами, которая растет в России в регионах с умеренным климатом. Огненно-красный горецвет летний. Выращивание Адониса из семян. Выращивание цветка Адониса – трудоемкий процесс. Растение любит питательную и влажную почву. Для роста горецвету необходимо много солнечного света. Недостаток может привести к гибели. Выращивают растения семенным способом. К сложностям данного метода относят длительностью прорастания семян. Посев. Сажать семена в почву лучше осенью после выпадения осадков. Высаживать можно и весной в первых числах мая. Перед весенней посадкой семена рекомендуется около месяца подержать в холоде, 5 градусов. Потом их высевают сразу на постоянное место или временно в парник. Первые всходы появляются спустя 14 дней. Часто семена сеют в контейнеры, а после появления рассада высаживают ее в открытый грунт. В ящики насыпают питательную почву, затем сеют семена и присыпают землей. Контейнеры хранят в холодном помещении, затем пересаживают на участок и присыпают снегом. Обратите внимание, цвести горе цвет начнет после трех лет после посадки. Уход за рассадой, после появления всходов за ними необходимо ухаживать. Рассада нуждается в ярком рассеянном свете. Первое время следует притенять молодые всходы. Цветок нуждается в регулярном поливе и рыхлении почвы вокруг него. После того как ростки немного подрастут, их необходимо прорядить. Расстояние между ними должно составлять 15-20 сантиметров. Важно! Регулярное рыхление почвы ускоряет формирование корней. Посадка адониса в открытый грунт. Прежде чем высаживать растение на участок, его на два часа помещают в прохладное место. Температура должна быть около 12 градусов. За несколько дней место, где будет расти адонис, перекапывают и вносят подкормку. Почва должна быть легкой и слабокислой. Хорошим местом будет то, где утром светит солнце, а после обеда появляется тень. Посадка однолетнего адониса осуществляется на хорошо освещенный участок. Когда сажать адонис, высаживают рассаду в открытый грунт, когда она подрастет и окрепнет. Обычно посадка осуществляется в конце апреля, в начале мая. Можно сажать и осенью. На то, чтобы адаптироваться и укорениться, цветку необходим месяц. Важно! Осеннюю посадку следует осуществлять за месяц до наступления заморозков. Как сажать? Сажают адонис цветок путем перевалки из горшка в яму. Чтобы посадить горецвет, необходимо придерживаться пошаговой инструкции. Участок перекопать и добавить органику. Выкопать лунки на расстоянии 15-20 сантиметров. Они должны быть широкими, чтобы корневая система помещалась свободно. На дно насыпать дренажный слой, керамзит или гальку. Рассаду поместить в яму и расправить корни по ее дну. Сверху засыпать почвой. Полить и положить сверху торф, древесный уголь или перегной. Важно! Сажать цветок необходимо, после того как корневая система окрепнет. Уход за адонисом в саду. Адонис – капризное растение, которое требует к себе внимания и особого ухода. Цветы требовательны к составу почвы. Если удастся подобрать идеальное место, то они раскроются во всей красе. Как вырастить? Чтобы адонис порадовал красивым цветением, необходимо придерживаться режима полива. Почва после полива нуждается в рыхлении. Также цветку необходимо внесение удобрений. Первая подкормка состоит из азотных и фосфорно-калийных удобрений, которые вносят в начале весны. Минеральные элементы на этом этапе способствуют наращиванию зеленой массы. Через пару недель вносится повторная подкормка. В почву добавляют калий и фосфор, они необходимы для цветения. Осенью в почву вносится органика. Внесение удобрений обеспечивает обильное цветение. Как поливать растения? Цветы адонис влаголюбивы, при недостатке влаги могут погибнуть. Для полноценного роста и развития растению необходим регулярный полив. Нельзя допускать переувлажнение почвы, цветок погибнет. Увлажнение осуществляется, когда верхний слой почвы подсохнет. Если лето дождливое, в поливе нет необходимости. Достаточно будет рыхления и прополки. Во время сильной жары поливать цветы следует систематически. Размножение адониса. Размножают растения двумя способами, семенами и делением куста. Второй метод используется крайне редко. Во время деления корни повреждаются, растение может погибнуть. При посеве не все семена всходят. Для деления подходят цветы, которым исполнилось 4-5 лет. Этот способ включает пересадку кустов. Если размножение делением куста не планируется, пересадка цветам необходима каждые 10 лет. Данный способ размножения осуществляется в августе или сентябре. Весное размножение проводится до начала вегетации. Дополнительная информация. Чтобы после деления куст быстро восстановился, лучше разрезать его на две части. Болезни и вредители. Адонис является ядовитым растением и практически не повреждается вредителями. Корни и листья цветка несъедобны, вредители просто обминают его. Даже семена у адониса не подвергаются атаке насекомых. Также растение практически не страдает грибков и инфекцией. Среди заболеваний распространены два недуга. Серая гниль. Возникает из застоя влаги. Корневая система начинает гнить. Листья покрываются серым налетом, начинают сохнуть и опадать. Пораженную часть аккуратно срезают. Место срезов обрабатывают древесной золой. Фузариоз, грибковое заболевание. Растение следует обработать препаратом бинамил, фундазол. Адонис после цветения. После того, как цветок отцветет, начинаются сбор семян и подготовка к зимовке. Пока соцветия окончательно не отцвели, их можно собрать и засушить для приготовления лечебного сырья. Применение в медицине. Адонис во время цветения служит не только украшением сада или приусадебного участка. Кроме декоративных целей, цветок используют в медицине. Сырье из него содержит много полезных свойств. Лечение грицветом позволяет в кратчайшие сроки избавиться от многих болезней мочеводелительной системы. Помогает при проблемах с сердцем, поражениях ЦНС. Собирать грицвет лучше в теплые и солнечные дни, тогда цветы принесут максимум пользы. Противопоказано сырье из адониса при гастритах и язвах, гипертонии. Важно, перед использованием стоит проконсультироваться с врачом на наличие показаний и противопоказаний. Цветы адониса применяются в народной медицине. Сбор семян начинать следует, когда они еще не совсем созрели. Посадочный материал долго не хранится, после сбора его сразу необходимо высадить в почву. Подготовка к зиме. Грицвет, морозостойкое растение, поэтому не нуждается в укрытии. Укрывать необходимо молодые саженцы. В качестве укрытия используют торф, сено, пенопласт. Можно укрывать лапником. После того, как растение окрепнет, примерно через год, укрытие ему больше не нужно. Грицвет – красивый цветок, который имеет большое значение в медицине и ландшафтном дизайне. Сочетая адонис с другими цветами, можно создать восхитительные композиции.